Здравствуйте! Вот есть такая наука, которой в Советском Союзе была у нее относительно сложная судьба. Я бы не сказал тяжелая, не как у генетики или кибернетики, а так довольно сложная такая судьба. Социология называется. И вот о судьбах социологии в России, теперь в свободной России, вот нам пришла поговорить Надежда Геннадьевна Осипова, доктор социологической наук, профессор, декан социологического факультета МГУ имени Ломоносова. Что у нас при советской власти социология все-таки была? Потому что ваш факультет-то образовался в советское время, в году 89-м, по-моему, да? Да. Вот так вот, то есть была. 6 июня 1989 года, приказ номер 500, подписанный ректором МГУ, в то время, который был на посту, Лагуновым, академик Лагунов. И вы были тогда в недрах философского факультета, вы из него, так сказать, родились. Там была кафедра, по-моему, социологии. Да, была кафедра конкретных социологических исследований. Затем отделение социологии, а затем уже самостоятельная факультета. А почему так поздно-то? Вот 89-й год – это самый конец советской власти, в общем-то говоря. А ведь, в принципе говоря, социология, как наука, на Западе существовала, по-моему, очень давно. Но конкретно социологические исследования, вот, нас любили ими кормить все время, этими конкретно социологическими исследованиями, там, так сказать, средний американец, сколько он там выпивает кока-колы, сколько булочек съедает. Это, в общем-то, конкретно социологические исследования, с одной стороны, да? В каких семьях любят детей, в каких их обожают. Все это они. Что-то у нас так отстали-то ведь. Мы старались общество построить счастливых людей, и вроде нам это нужно в обратной связи. Вы немножко утрируете. Мы не отстали. Не отстали. Социология в России появилась точно тогда, когда она появилась и на Западе. Так. Учение Конта моментально было воспринято отечественными учеными. Всем известен в социологическом сообществе Валериан Майков, который впервые ввел слово «социология». Также это XIX век. Были многочисленные общества, общества позитивистов, которые также пропагандировали идеи Конта. А в чем, значит, состояли идеи Конта, раз мы о них два раза вспомнили? Я так понимаю, он основоположен. Если говорить только о социологии, не брать, как говорится, все учение Конта о необходимости позитивных наук, то есть наук точных, в противовес теологическим воззрениям, метафизическим рассуждениям и так далее, он выдвинул идею о том, что нужна система наук, система точных наук, которые отражают объективно существующую реальность, будь то природную, будь то социальную. И он выстроил систему наук, покончив с метафизикой, в противовес спекулятивным философским воззрениям, и сказал о том, что да, есть физика, астрономия, химия, математика, это науки позитивные, биология, и, конечно же, должна быть точно такая же позитивная наука об обществе, которая изучала бы общество методами естественных наук, которые тогда получили в те времена очень широкое развитие. Все науки, в первую очередь, и естественные, открывают законы и закономерности. Без этого это не наука, это просто некое познание, сбор фактов, их интерпретация, но если мы не выходим хотя бы на уровень тенденции, а затем закономерности и, наконец, законов, мы не можем говорить, что знание полностью научно. И, конечно, достоверно, потому что научные факты, они, как правило, известной степенью достоверности обладают и проверены опытным путем. Когда мы говорим о социальных науках, идея Конта точно такова же. Изучать общество и вывести различные тенденции, которые получены, на уровень закономерности и, в конце концов, законов. Вот, известный закон Конта, закон трех стадий. Трех стадий развития человеческого ума и, соответственно, развития общества. Какие же три стадии-то, раз уж мы о них сказали? Три стадии. Так сказать, закон драматургии. По-моему, социологическая, метафизическая и позитивная. А, вот так. Если, как говорится, память не изменяет. Это история социологии, такая глубинная история. Да, ясно. Так, ну, значит, в конце 19-го, начале 20-го... Эти идеи были восприняты у нас. Восприняты у нас тоже. Так. И получали развитие многочисленной школы социологические. Очень известны были школы так называемого одного фактора. То есть исследователи занимались анализом общества и, в первую очередь, теми факторами, которые предопределяют определенные закономерности его развития. Например, географический фактор в зависимости от среды, обитания, мест, поселения, окружающих условий. Или фактор демографический, фактор народонаселения. То есть, где численность, соотношение населения и, соответственно, и развитие общества. Но были и более такие крупные школы. И одна из первых таких крупных школ – это школа, которая использовала позитивные методы и в то же время использовала и некий такой российский, скажем, специалитет. Эта школа получила название «субъективной школы». В чем отличие от западной школы, которая прославила и отечественную социологию и позволила отечественным социологам влиться и в сообщество социологов мировое. Школа, которая говорила, с одной стороны, что надо изучать общество точными методами, но они все очень хороши, но при этом большое значение имеет все-таки личностный фактор. То есть, с одной стороны, точные методы и объективный срез социальной реальности, а с другой стороны, учет факторов психологических или факторов личностных, или субъективных, которые человек, как творец истории, привносит в развитие общества. Если говорить уже марксистским более точно, человек – это и творец, и продукт истории. Ну, у человека есть, он живет в обществе, есть традиции, есть культура. Да, так как общество влияет на человека, так и человек влияет на общество, но к марксизму они были чужды, они не любили марксизма. Это Михайловский, это Лавров, это, наконец, основатель российской социологии Ковалевский. И наряду с этой субъективной школой как раз получило развитие марксистское течение. То есть, идеи Маркса, которые получили развитие на Западе, приобрели необычайно популярность в России. Тоже своего рода социология одного фактора. То есть, фактор классовой борьбы, вот это отношение к собственности. Это, да. Тоже своего рода поход социологический. В первую очередь, да, пафос этой социологии марксистской, ее восприятие, был именно революционный пафос. То есть, к концу XIX века в России, в российской социологии существовало два таких крупных направления, и вокруг них развивались эмпирические социологические исследования. Это, как я уже сказала, субъективная социологическая школа, позитивистская в целом направление, и марксистское направление, которое разделилось на две ветви. Первая ветвь – это легальный марксизм, Струве, Туган, Барановский, Булгаков. Те известные ученые, которые разделяли экономическое учение Маркса, но отрицали его учение о классах, классовой борьбе, и особенно о революционном преобразовании общества. Второе течение революционное – это Плеханов и Ленин, как выдающиеся представители, которые также поддерживали всецелые учения Маркса об экономическом базисе, о соответствии уровня развития производительных сил производственным отношениям, но в то же время настаивали на исключительно революционном преобразовании общества и, в первую очередь, на первый план выдвигали необходимость пролетарской революции. И вот судьба отечественной социологии такова, что именно марксистское направление стало превалировать. Но школы традиционно существовали, и в это время очень известная фигура, всемирно известная фигура появилась на авансцене социологии, это конец XIX века, это фигура Петерима Александровича Сорокина. Вот фигура Петерима Сорокина, она как бы очень знаменательна и судьбоносна для России. То есть наряду с развитием марксистских кружков, различной такой полемики идеологического толка и серьезной революционной направленности, здесь, конечно, историки только могут окончательно нам сказать, кто подпитывал развитие этих идей, такой массированной в России, то есть почему они приобрели необычайную популярность, распространились, пропагандировались. Петерим Сорокин очень серьезно осмысливал и российские реалии как социолог, и очень серьезно давал рекомендации как социолог. Суть такова, что он очень детально, с социологической точки зрения, анализировал ситуацию, анализировал действия и правительства, и состояние, как говорится, сознания народных масс, и действия большевиков, и, соответственно, различных партий, которые около того. И когда он говорил о событиях пятого года, затем о февральских событиях семнадцатого года, в его статьях прослеживался даже некий энтузиазм. Он надеялся, что те преобразования, которые позволили России выйти на путь такого стабильного капиталистического развития, они дадут свои результаты. То есть отмена крепостного права и последующая за ней промышленная революция. Развитие промышленности, промышленная революция, появление определенных гражданских свобод и так далее. Им было воспринято с определенным энтузиазмом. Но потом, когда он увидел нерешительность действий временного правительства, нерешительность властей, которые, по сути дела, ставили народ в тупик, то есть, опять же, масса лишений, отсутствие элементарных вещей, типа, также вот, вспомним, недавние события «Выключение света». То есть он тоже пишет, массовые имели место после февральской революции пятого года. Это же снабжение тогда уже было. Да, снабжение. И много того, что просто, то есть они, он говорит, все время запаздывали, запаздывали и не отвечали на насущные потребности народа. И в это время он очень хорошо описывает, как разворачивались действия большевиков и почему эти действия вылились вот в такое, как он сказал, очень такое тяжелое для России испытание, кровавые события именно октября 1917 года. И он говорил о том, что действительно России предстоит очень нелегкий период, очень много крови утечет, очень много будет потрясений, различных волнений и так далее. Но Россия все это переживет, и в конечном счете будет некая затишье, а потом начнется период созидания. То есть такой вот прогноз, который, в общем-то, в известной степени оправдался. Вот следующий этап развития социологии, когда победила так называемая Октябрьская революция 1917 года. Затем был небольшой такой благоприятный период для социологии в России, потому что Владимир Ильич Ленин социологию в принципе любил. Его работа «Статистика и социология», всем известная работа, где он говорил о необходимости все-таки проведения и развития тех эмпирических исследований, которые в то время также были. Это исследование квартирного вопроса, исследование условий и образа жизни рабочего класса и так далее. Владимир Ильич все это поддерживал. И поддерживал он развитие и социологического образования. То есть в Петроградском университете был основан также социологический факультет, который возглавил уже известный нам Петерим Александрович Сорокин. Но просуществовала сеть даже, можем сказать, социологических учреждений. Был и социобиографический, библиографический институт, который занимался социологическими исследованиями. И ряд других подразделений очень недолго, буквально до 1921 года. Совсем недолго. Гражданская война не успела кончиться. Да. То есть эти учреждения закрыли. А к тому времени ведь социология даже в средних школах преподавалась. В средних школах ее также отменили. И заменили предметами, которые потом стали, можно сказать, скелетообразующими предметами в российском образовании, как марксизм, ленинизм, основы научного коммунизма и производные, как говорится, от этих двух предметов. Основы научного коммунизма, диалектический материализм, исторический материализм, история коммунистической партии. КПСС, политэкономия. Сначала РКПБ, потом КПСС, потом политэкономия социализма и так далее. Научный коммунизм вершина. Да, я уже вам про научный коммунизм говорила. Но суть такова, что читать эти курсы могли исключительно коммунисты и, как говорится, естественно, партийные лидеры. Соответственно, все ученые, ученые прогрессивного толка не смогли работать в такой ситуации. Это не только Петерим Сорокин, это и Бердяев, это и Булгаков, это и Гурвич, Георгий Давыдович Гурвич, Жорж Гурвич, всем известный социолог Франции потом. Все они были вынуждены покинуть Россию. И вот тот же Гурвич, который поначалу симпатизировал режиму, симпатизировал Ленину, назвал сообщество партийной бюрократии, которая народилась, бандой догматиков и ордой псевдоспециалистов. То есть он говорил о том, что нельзя подменять реальную науку какими-то лозунгами, вымышленными построениями, что делалось повсеместно. Да, но вот марксизм-ленинизм, он, конечно, имел все черты так называемой лженауки, потому что это, так сказать, теория всего. Вот так, это вот верный призыв. Ну, все. Ну, кстати, Ленин с ними хорошо относительно обошелся, он же всех их выслал, а мог бы расстрелять. Вы знаете, там очень не так все просто. Там связи действовали. Связи действовали. Как и сейчас, в тот период действовали определенные связи. И заступничество определенных лиц, близких к Ленину, помогло тому же Сорокину избежать расстрела. Вот. И он успел, успел собрать вещи и попасть на тот самый пароход, который увозил всех этих людей. Причем, да, пароход на самом деле отходил из Прибалтики, уезжал. То есть каждый из этих выдающихся умов добирался туда самостоятельно. Вот Сорокин в своих мемуарах пишет, что вот срочно собрали вещи с женой, все, что под руку попалось, и на первый поезд как раз, который из Питера шел в Прибалтику. И вот там они успели попасть на пароход. И с небольшими остановками в Европе часть оказалась в Америке, а часть, как говорится, рассеялась по миру ученых. Но суть такова, что после того, как был выслан, можно сказать, цвет гуманитарного научного сообщества из России, произошла подмена понятинного научного аппарата, который в то время в социологии был, вот такими псевдоконструкциями или лозунгами. Все для победы коммунизма. Построим человека будущего, строителя коммунизма. Престоронне развитая развитие. Моральное конструирование морального кодекса строительства коммунизма. И нужна ли была наука? Наука, которая призвана изучать закономерности социальной реальности, закономерности развития общества, добывать реальные факты, научно обоснованные, опять же, с помощью определенных методов научных. Нет, конечно. Конечно, она была не нужна. И где-то в 30-е годы развязалась дискуссия. Дискуссия о предмете социологического знания. Дискуссия о том, чем же должна заниматься социология, если она имеет право на существование. Был целый ряд точек зрения, но конец этим дискуссиям положила точка зрения Сталина, Иосифа Виссарионовича Сталина, который сказал, что нет никаких общественных наук, кроме единственно верной. Это марксистско-ленинское учение под названием «Диалектический и исторический материализм», который, как говорится, общий канон, марксизм-ленинизм, который включает две составляющие – «Диалектический материализм» и «Исторический материализм». «Диамат» и «Истмат». Значит, всё, что изучается в обществе, относится исключительно к ведению исторического материализма. Социология – буржуазная псевдонаука, и она, по сути дела, не нужна. Всё можно найти как раз в рамках исторического материализма. 1938 год. Всё, социология закрыта. Социологические исследования под запретом. И, соответственно, созидательный этап как бы искусственно был завершён. То есть, по сути дела, административными мерами. И вот дальше, уже период возрождения социологии, который начался в 1950-е годы, он очень-очень интересен, очень самобытен. То есть, только к концу 1950-х годов власть стала понимать, что всё-таки нужна какая-то наука, которая бы не звучала столь одиозно, как марксизм и низм, которая позволяла бы нашим специалистам выезжать на Запад, участвовать в дискуссиях общественных, более-менее легитимно. Потому что, естественно, что западные обществоведы не воспринимали так называемых марксистов-ленинцев, и в свой круг их, как говорят, спускали весьма неохотно. То есть, это просто нужна была очередная легенда прикрытия? Это одним из факторов, да. Как у нас было всякие церковные мероприятия? Ну, чтобы можно было там... Да, действительно, принимать участие в различных конференциях, где принимали участие, в том числе, и социологи. И понимать, чем живет Запад, опять же, в рамках идеологической борьбы и так далее. Это одно. А второе то, что действительно на авансценную отечественную науку вышла плеяда блистательных молодых ученых, которая как бы сложилась в рамках критики буржуазных, философских, социально-философских и социологических воззрений. То есть, они получали доступ в спецхраны, где к тому времени находились труды Конта, Дюргейма, Вебера и более современных социологов. И изучали их творчество, но в рамках очень жесткой критики. То есть, все, что делали те общество веда западные, критиковалось с позицией псевдонаучности, буржуазности и тому подобное. То есть, если вы берете любую книгу, изданную в 60-х годах, посвященную творчеству, будь то Конта, будь то Дюргейма, будь то кого-либо еще, вы сразу же будете, с одной стороны, погружены в трактовку учения, а с другой стороны, будет обязательно критическая составляющая, где будет говориться, что ученый в конечном счете заблуждался, и его критика с марксистских позиций очень четко будет прослеживаться. Но, тем не менее, вот эти два фактора позволили вот этой плеяде молодых ученых выйти на авансцену общественной науки. И эти ученые были настолько вдохновлены вот этой наукой, пока они читали труды, что они решили все-таки как-то посодействовать тому, чтобы она вошла в более конструктивное русло. И появились первые учреждения, очень много сил было потрачено, первые учреждения, которые стали заниматься исключительно проведением социологических исследований. В частности, в Институте философии был создан сектор новых форм труда и быта, это как бы такое сокращенное название, которым было поручено начинать собирать данные о рабочем классе, о крестьянстве. Тем не менее, далее, как говорится, этот сектор получил необычайную популярность и встал вопрос о преобразовании его в более самостоятельное научное учреждение. И так был создан первый институт, институт конкретных социологических исследований. Академия наук? При Академии наук. Он и сейчас жив? Сейчас он называется Институт социологии Российской Академии наук. И тогда, собственно говоря, наряду с этим институтом была создана Советская социологическая ассоциация, общественное объединение социологов, которая могла участвовать во всемирных социологических конгрессах как полноправный представитель Советского Союза. Были созданы региональные социологические школы, лаборатории различные. В Свердловске, например. Это уже при Брежневе? Это конец 50-х, начало 60-х годов. И вот 68-й год – это уже создание института полноценного академического конкретно социологических исследований. Это брежневские времена? Да. Которому было поручено уже собирать данные, конкретные социологические данные, по различным направлениям жизни общества. И вот этот институт собрал выдающихся, совершенно выдающихся ученых, которые и стали двигать развитие такой науки, как социология. Ну, а дальше в свободной России все стало хорошо. И дальше еще не все. Еще 68-й год – это еще не все. Потом был разгром опять. Это отдельная тема. Да, разгромов, погромов и так далее. А потом, самые интересные причины, почему же все-таки вот как раз в 89-м году. И социология-то и стала вот именно уже полноправной. К сожалению, власть обращается к науке, особенно общественной, тогда, когда наступает кризис, очевидный кризис этой власти. И когда этот кризис наступил, соответственно, с одной стороны, Михаил Сергеевичу ничего не оставалось, как попросить помощи у социологов. А с другой стороны, очень интересный факт, его жена же была социолога. Как раз вот это знаменитое постановление, которое конституировало и социологию уже, и в теоретическом, и социологическое образование, и все. То есть, социологи получили. То есть, мы теперь еще одну тайну нашей истории узнали. То есть, теперь вот так вот. Ну, спасибо вам большое. Вот, не зря мы выслушали нас и смотрели, да? Видите, вот узнали кое-что новое. Идите, расскажите другим. Удачи вам, всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok